Советский летчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров стал первым человеком, побывавшим в космосе дважды. И, к сожалению, первым человеком, погибшим во время полета в космос. Что же стало причиной трагедии? Причувствовал ли такой исход сам Комаров? Поговорим сегодня на канале «Секретные хроники». Свой первый полет Владимир Комаров совершил 12 октября 1964 года на борту первого в мире многоместного космического корабля «Восход-1». Он стал командиром первого в мире экипажа советского космического корабля. Вместе с двумя космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым он провел в космосе чуть больше суток. За это время корабль совершил 16 витков вокруг Земли. Этот полет был в своем роде уникален. Первый многоместный космический корабль, первый экипаж и сразу из трех человек. Впервые была испробована система мягкой посадки. Первый раз в состав экипажа вошел не только летчик, но еще инженер и врач. За успешный полет Комаров получил звание Героя Советского Союза, Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Уже 15 октября ему присвоили квалификацию космонавта третьего класса, а в январе 1965 года он был назначен инструктором-космонавтом. Начиная с сентября 1965 года Комаров проходил подготовку в качестве командира корабля «Союз-1». И уже в августе 1966 года было принято решение, что он будет пилотировать этот корабль. «Союз-1» начали разрабатывать еще в 1962 году под руководством Сергея Королева. Три первых испытательных полета были беспилотными, они оказались полностью или частично неудачными. В ходе этих запусков было выявлено около 200 недоработок в конструкции корабля. Первый экспериментальный космический корабль типа «Союз» получил название «Космос-133». На борту находился манекен. Этот корабль планировали состыковать с другим «Союзом», который запустили бы позднее. Однако после отделения от ракеты-носителя «Космос-133» израсходовал все топливо. Соответственно, стыковка стала невозможной. Вернуть корабль на Землю тоже не получалось из-за ошибок при сборке. 30 ноября 1966 года корабль уничтожили с помощью системы автоматического подрыва, так как возникла опасность, что он приземлится за пределами Советского Союза. Второй корабль «Союз» не успел даже взлететь. 14 декабря 1966 года произошел взрыв ракеты на стартовом столе, повлекший гибель трех человек. Запуск третьего экспериментального корабля «Космос-140» тоже закончился неудачей. Возникли проблемы с автоматической системой ориентации. Из-за этого корабль потратил очень много топлива и не выполнил необходимые задачи. Во время посадки обнаружились нарушения в теплозащите, из-за чего дно корабля прогорело. В итоге «Космос-140» пробил лед Аральского моря и затонул. К счастью, на борту был манекен. Несмотря на три неудачи, массу ошибок и недоработок, четвертый запуск «Союза» решили сделать пилотируемым. Все прекрасно понимали, что корабль еще не готов, но стремление стать первыми в космической гонке перевешивало любые риски. На запуске настоял Василий Мишин, занявший место Сергея Королева после его смерти в 1966 году. Владимир Комаров будто предвидел исход четвертого запуска. Его дочь вспоминает, что перед полетом он навещал в больнице своего знакомого летчика-испытателя. Там Комаров признался приятелю, процентов на 90 полет будет неудачным. Дублером Владимира Комарова назначили Юрия Гагарина. На стартовую площадку прибыли оба космонавта. Если бы Комарова подвело здоровье, вместо него полетел бы Гагарин. Так Юрий Гагарин оказался последним, кто видел Комарова живым. 23 апреля 1967 года с целью летных испытаний на орбиту Земли был выведен космический корабль «Союз-1», пилотируемый Героем Советского Союза, инженером-полковником Комаровым Владимиром Михайловичем. Проблемы начались сразу после выхода корабля на орбиту. Одна из двух панелей солнечных батарей не расправилась, впоследствии чего корабль стал испытывать дефицит электроэнергии. Также не открылась дублирующая антенна телеметрической системы и козырек, защищающий солнечно-звездный датчик от выхлопов двигателей. Солнечная и звездная ориентация оказались недоступными. После долгих раздумий Госкомиссия принимает решение посадить корабль. Однако вблизи экватора «Союз-1» уходит от ориентированного направления. Заместитель Королева, конструктор Борис Чертог вспоминает. «Мы лихорадочно согласовываем с Госкомиссией вариант посадки на 18-м витке, чувствуем, что не успеваем. Сеанс связи на 17-м витке закончился, а мы никаких новых указаний Комарову так и не успели передать. Наконец был согласован, очевидно, единственно возможный вариант. Он был в резерве, но теперь становится основным. Предполагаем ручную ориентацию на светлой стороне по самолетному, затем перед входом в тень передать управление гироскопом Ки-38. Это изделие фирмы Кузнецова нас еще никогда не подводило. После выхода из тени проверить, если потребуется подправить ориентацию вручную и выдать все положенные команды в расчетные времена для посадки на 19-м витке. Корабль успешно сошел с орбиты. Сначала посадка шла нормально. По расчетам, спускаемый аппарат должен был приземлиться в 65-ти километрах от Орска. Однако доклад с места посадки все не приходил. Борис Чертог вспоминает, что даже Гагарин по сложной системе связи ВВС не смог ничего выяснить. Спустя несколько часов томительного ожидания Гагарину сообщили о трагедии и срочной необходимости прибыть в Орск. Оказалось, что непосредственно перед приземлением у спускаемого аппарата отказала парашютная система. Вытяжной парашют не смог вытянуть основной, а запасной парашют не наполнился, так как его стропы обмотались вокруг неотстрелянного вытяжного парашюта. В результате спускаемый аппарат ударился о землю со скоростью около 50 метров в секунду. Прибыв на место приземления, поисковая группа увидела страшную картину. Спускаемый аппарат сильно деформировался и вошел в землю примерно на полметра. Он был объят пламенем и уже почти полностью сгорел. Поврежденные емкости с пероксидом водорода только усиливали пожар. Позднее комиссия озвучила официальную версию случившегося. Стакан с парашютом якобы деформировался от резких перепадов давления и защемил основной парашют. Однако в эту версию поверили немногие. Ученый-конструктор Борис Чертог вспоминает. Независимо от всех подкомиссий, бригада специалистов нашего завода, оставшаяся на полигоне, решила провести свой эксперимент. У них были основания для сомнений. Они открыли люк, вытянули тормозной парашют, подцепили его стропы к подъемному крану через динамометр и начали подъем для замера усилия, при котором начнет выходить упаковка основного парашюта. Каково же было удивление, когда оказалось, что массы спускаемого аппарата в 2800 килограммов не хватило, а ведь при этом контейнер никакому перепаду давления и деформации не подвергался. Об этом эксперименте они комиссии не доложили. Также появилась альтернативная версия случившегося. Речь идет о нарушении технологии производства на заводе. Дело в том, что при изготовлении союзов на спускаемые аппараты наносилось теплозащитное покрытие, а затем они помещались в автоклав, чтобы при высокой температуре произошла полимеризация синтетических смол. Однако именно союзы помещались в автоклав без крышек парашютных контейнеров, так как их не успели изготовить в срок. Вполне вероятно, что летучие фракции химреагента тепловой защиты осели на внутреннюю поверхность парашютных контейнеров, сделав ее липкой. Поэтому вытяжной парашют и не смог вытянуть прилипший основной парашют. В 2000-х годах чертог признавался в одном из интервью. То, что случилось с Комаровым, это наша ошибка разработчиков систем. Мы пустили его слишком рано, не доработали союз. Гибель Комарова на совести конструкторов. Владимира Комарова похоронили уже на следующий день, 25 апреля. Урну с прахом установили в нишу Кремлевской стены. Вдове космонавта выдали свидетельство о смерти, где в графе причина значилось обширные ожоги тела, место гибели город Щелково. Вне себя от горя и возмущения она показала это свидетельство Гагарину. «Юрочка, и кто мне поверит, что я вдова космонавта Комарова? Какое Щелково? Какие ожоги тела, если от тела ничего не осталось?» Гагарин не смог пройти мимо такой несправедливости и пошел разбираться к руководству. Вскоре вдове выдали другой документ, где указали следующее – трагический погиб при завершении испытательного полета на космическом корабле «Союз-1». В качестве компенсации семье космонавта дали квартиру в Москве, а Комарова наградили второй золотой звездой посмертно. Субтитры создавал DimaTorzok